Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Наталья Горбачёвой. Сегодня я буду готовить капустный пирог на кефире. Его можно назвать ленивым, потому что приготовить такой пирог проще и быстрее, чем обычные пироги с начинкой. Мне понадобится свежая капуста, мука, яйца, кефир, соль, сода и специи. Начну я с капусты. Она у меня уже подготовлена, потому что вчера я готовила голубцы с молодой капустой. Кстати, рецепт этих голубцов уже есть на канале. Внизу в описании я дам на них ссылку. Остатки капусты я измельчила, поместила в чашку, накрыла пищевой плёнкой и хранила в таком виде в холодильнике. Под плёнкой капуста отлично хранится в течение 1-2, может быть даже 3 дней. При этом она не темнеет, не сохнет. Она отлично сохраняет свои качества. Капусту я посолю и добавлю пряности. Пряности, как обычно, это не обязательный ингредиент. Они добавляются по вкусу и по желанию. Я добавлю немного мускатного ореха. Чуть-чуть. На кончике ложки. Вот так распределю. А ещё семена тмина. Капуста с тмином отлично сочетается. И пирог получается вкусным и ароматным. А теперь капусту я немного помну. Прямо вот так рукой. При этом она теряет свой объём. Дает сок. Становится более мягкой. А также в это время по ней распределяются соль и специи. Видно, что капуста выделила сок. В рецепте указано 400-500 грамм капусты. Для начинки достаточно одной капусты. В этом случае берётся 500 грамм. Но к ней можно добавить и дополнительные ингредиенты. Например, варёные яйца или пучок свежей зелени. В этом случае капусту можно положить 400 грамм. Я буду использовать то и другое. Я покрошила яйца. Добавлю 2 яйца. И измельчила пучок зелени. Зелень можно использовать разную. Любую. А теперь перемешаю. Начинка готова. Теперь я поставлю на плиту чашку со сливочным маслом. Для того, чтобы оно растопилось. А в это время займусь подготовкой формы. Из пергамента я вырезала круг диаметром по размеру формы. И теперь смажу его растительным маслом. Налью немного масла. И распределю по пергаменту. Масло растопилось. И пора приступать к приготовлению теста. Сначала я включу духовку на 180 градусов. Для того, чтобы она прогревалась. Для теста я просеяла муку. Разбила в чашку яйца. Если яйца мелкие, то можно использовать 3 штуки. А если крупные, то достаточно будет 2. Кефир можно заранее достать из холодильника. Чтобы он приобрел комнатную температуру. Теперь я яйца взобью вилкой. Налью кефир. Соль и соду. Ещё раз перемешаю. И постепенно буду добавлять просеянную муку. Продолжая перемешивать. Тесто должно получиться как на оладьи. Рецепт оладьи с луком тоже есть у меня на канале. Я дам внизу в описании ссылку. А также в конце видео появятся окошечки. Кликнув на которые, вы сможете сразу перейти на интересные вам рецепты. И теперь я добавлю масло. Растопленное сливочное масло. И снова перемешаю. Теперь часть теста я налью в форму. Примерно 1 треть. Это будет дно пирога. Я тесто распределю. Так вот, чтобы оно равномерно закрывало дно формы. Сверху выложу начинку. Также разравниваю её. Чтобы слой получился одинаковой толщины. И залью сверху оставшимся тестом. Тесто нужно распределить так, чтобы оно полностью покрывало пирог сверху. Чтобы по бокам тоже всё было закрыто. И теперь пирог я поставлю в разогретую духовку. Выпекаться при температуре 180 градусов. Печётся пирог 40-45 минут. Немного остывший пирог я достала из формы. Его можно перевернуть сверх ногами. Снять пергамент. И затем выложить на тарелку. Я вот так сверху накрою тарелкой. И переверну. К столу пирог подаётся тёплым. Но он остаётся вкусным и в остывшем виде. Поэтому его можно взять на дачу, на природу, на пикник. Приятного вам аппетита и вкусной домашней выпечки! Если вам рецепт понравился, делитесь им с друзьями. Приходите на мой канал, подписывайтесь. А текстовые версии рецептов можно найти на сайте едемкашу.ру. Ссылка на него есть в описании.